ребята здравствуйте сегодня у нас лекция номер 20 по математическому анализу пишу номер лекции как обычно математический анализ анализ часть 2 так мы на прошлой лекции с вами познакомились с методом лагранжа отыскания словного локального экстремума функции рассмотрели как выглядят необходимые условия для существования условного локального экстремума в терминах функций лагранжа мы выяснили что значит если точка является точкой условного локального экстремума если функция наша дифференцируема в некоторые окрестностях, и условия связи тоже дифференцируемы, то тогда составляется функция Лагранжа, и нужно все производные этой функции приравнять к нулю. То есть это будет n производных по переменным x1, xn, еще m производных по переменным y1, ym, и еще m уравнений связи. То есть получается у нас n плюс 2m уравнений для отыскания координат этой точки, и плюс еще m параметров, которые участвуют в функции Лагранжа. Вот мы выяснили необходимые условия. Сегодня мы рассмотрим достаточные условия тоже в терминах функции Лагранжа, в терминах метода Лагранжа. Итак, достаточные условия. Достаточные условия. Для условного локального экстремума. Экстремума. Ну, пусть нам задана функция по-прежнему f от x, y, которая зависит от x1 и так далее, xn, y1 и так далее, ym. И эта функция дважды дифференцируема дважды дифференцируема в некоторой точке m нулевое с координатами x0, y0. И, значит, есть условия связи. f1, я буду сокращенно писать x, y и так далее, fm от x, y равняется нулю. Это условия связи. Раньше мы их обозначали звездочкой. Значит, еще раз напишу. Условия связи. Условия связи. Значит, пусть выполнены прежние условия на эту систему условий связи. Значит, пусть выполнены условия теоремы о неявных функциях относительно y1, yn для системы условий связи звездочкой. Ну, то есть, в прежних условиях мы хотим рассмотреть достаточные условия. Пусть нам известно, что эта точка у нас стационарная, и мы хотим выяснить, является ли она условным локальным экстреммом. Итак, пусть у нас, пусть φ, вернее, пусть φ от x, y, лямбда это функция Лагранжа, f от x, y и плюс сумма лямбда итых от единицы до m, f итых от x, y, это функция Лагранжа. Пусть выполнены необходимые условия, пусть выполнены необходимые условия условного локального экстремма экстремма в точке m нулевое. Ну, то есть, все производные этой функции равны нулю в этой точке. Тогда для выяснения, значит, ну, то есть, можно записать, то есть, все производные dψ по dx ит в точке m нулевое равны нулю, dψ по dy житая в точке m нулевое равны нулю. Значит, и лямбда подобраны так, что, ну, и выполняются, конечно, условия связи. И f ит точки m нулевое равны нулю. Значит, вот эта вот система обеспечивает нам необходимые условия. Но этих условий недостаточно. Мы рассматривали это на примерах более простых. И сейчас попытаемся добавить еще такие условия, чтобы окончательно решить, заранее нам неизвестно, является ли эта точка условным локальным экстреммом. Вот эти условия выполнены. Мы хотим уточнить этот вопрос. Заметим следующее. Значит, заметим, заметим, что в условиях связи, при наличии условий связи, когда выполняются вот эти вот условия на некоторой области, то, значит, функции, функции в си от х и у и ф от х и у совпадают. Совпадают. Ну, действительно, если вы приравняете все вот эти функции в фи нулю, то у вас получается вот такое равенство при тех лямбда, которые мы выбрали. При тех лямбда, которые мы выбрали. А лямбда здесь нулевое выбирается так, чтобы вот эти все производные равнялись нулю, чтобы отсюда следовало, что все производные по у равняются нулю. А раз они совпадают, то отсюда следует, что локальный экстремум вот этой функции и этой одинаковые, то, значит, локальный экстремум функции пси от х и у совпадает с локальным экстремумом функции f. Опять же, при условиях связи, конечно, при выполнении условий связи. Ну, а мы знаем, что для того, чтобы обычный, здесь уже обычный экстремум, для того, чтобы установить обычный локальный экстремум, нам нужно, значит, отсюда следует, что, поскольку мы решили, что функция у нас дважды дифференцируема, поскольку для этого, значит, нужно рассмотреть второй дифференциал вот этой функции. Ну, функции условий, значит, условий связи у нас аннулируются, поэтому эти функции совпадают и, следовательно, функция пси тоже здесь будет дважды дифференцируема. Значит, надо рассмотреть, надо рассмотреть, рассмотреть второй дифференциал d2 от функции вот этой вот фи и установить, установить его, его знакоопределенность, знакоопределенность, тогда будет у нас условный, тогда будет у нас экстремум или знакопеременность, или знакопеременность, знакопеременность. Ну вот, если мы рассмотрим второй дифференциал, я сейчас на ту сторону перейду, значит, рассмотрим второй дифференциал этой функции в точке m нулевое, которая у нас как бы вот подозрительна на существование условного локального экстремума в этой точке. Что это будет? Это будет у нас, значит, мы должны рассмотреть оператор первого дифференцирования dx1 плюс так далее, плюс d по dxn dxn плюс d по dy1 вот это все в квадрате, примененное к функции пси и плюс, значит, мы здесь как бы рассматриваем эти переменные x и y как бы независимыми, но поскольку мы знаем, вообще говоря, что y у нас зависимые переменные, то в формуле второго дифференциала, мы ее выписывали с вами для сложных функций, еще нужна обязательно сумма, значит, мы рассматриваем первое частное производное по y, вот по j от единички до m, и умножаем их на второй дифференциал y. Значит, поскольку у нас эти зависимые переменные, то присутствует еще вот такая сумма, но, значит, поскольку у нас выполняются, значит, условия связи, еще раз повторю, то эта функция, получается, имеет второй дифференциал. Кроме того, лямбда нулевое у нас подобрано так, лямбда m нулевое подобрано так, чтобы все вот эти производные в точке m нулевое, конечно, здесь, кстати, все производные рассматриваются в точке m нулевое, вот я написала здесь, подобраны так, чтобы производные по игрекам от этой функции, по игрекам в этой точке m нулевое. Значит, у нас, как мы говорили, когда мы находим необходимые условия, мы находим координаты точки x0, y0 и лямбда 0 еще находим. Так лямбда 0 подбирается специально так, чтобы вот эти производные обращались в ноль по всем g. А тогда вот это вот равенство, я его продолжу, здесь скобочках замечания. Дальше продолжу. Тогда вот этих производных у нас нет. И получается, что второе дифференциал функции Лагранжа будет равен только вот этому выражению. Итак, мы запишем, что это будет сумма d по dx1 dx1 плюс так далее плюс d по dxn dxn плюс d по dy1 dy1 плюс так далее d плюс d по dy1 dy1. Все это в квадрате, потому что второй дифференциал, примененный к функции Пси. Я вам объясняла, как раскрывается такой квадрат и что означает такая запись. Так что это все известно. Дальше. Кроме того, что у нас первые производные равны нулю, мы еще выяснили, что если мы продифференцируем условия связи, в прошлый раз это было сделано, то вот эти вот все дифференциалы у выражаются как линейные комбинации от дифференциалов х. Значит, вот это у нас получилось сейчас квадратичная форма, поскольку все производные мы вычисляем в точке м нулевое, это константы, это коэффициенты, у нас сейчас здесь написана квадратичная форма от dx1 и так далее, dxn, dy1 и так далее, dym. Вот от этих перемен. Учитывая, учитывая, что dy, житое, есть линейные комбинации, выражаются, лучше я так dxn, как линейные комбинации или в виде линейных комбинаций, в виде линейных комбинаций, ну в скобочках давайте я напомню, из системы уравнений, когда дифференциалы вот этих функций равны нулю, из системы, из системы уравнений, уравнений df1 равно нулю и так далее, dfm равно нулю. И учитывая, что определитель якоби частных производных вот этих функций по y отлично от нуля, и мы по правилу Крамера, я напоминаю, на прошлой лекции, мы смогли найти вот эти вот переменные в виде линейных комбинаций от этих переменных. Значит, они выражаются в виде линейных комбинаций из системы вот этих уравнений. А если так, то в это выражение, давайте я здесь такое квадратное равенство поставлю и продолжу. Если мы в это выражение подставим вместо вот этих вот переменных линейные комбинации от этих переменных, то у нас и получится тогда отсюда следует, я вот это равенство продолжу здесь, отсюда следует, что наш второй дифференциал функции Лагранжа будет уже представлять собой квадратичную форму. Значит, отсюда следует, вот я продолжаю это равенство, что он будет представлять собой уже квадратичную форму вот такого вида. Ну, я лучше так напишу. Отсюда следует, что второй дифференциал Пси есть квадратичная форма, квадратичная форма только от переменных, только от переменных, от переменных dx1 и dxn. Вот, поскольку мы вот эти вот переменные заменим как линейные комбинации от этих переменных, у нас получится здесь, ну, уже немножко с другими коэффициентами, квадратичная форма только от этих переменных. И вот если мы в этой квадратичной форме установим знакоопределенность, значит, получится некоторая квадратичная форма, значит, второй дифференциал будет равен некоторой квадратичной форме, ну, я поставлю букву К от dx1 и так далее, dxn в точке x нулевое. Здесь, ну, x нулевое, y нулевое, конечно, но когда мы в точке m нулевое, вот так я напишу. Когда мы подставим все вот эти значения, у нас получится некоторая квадратичная форма К, только от переменных таких. Вот я так запишу. Если это квадратичная форма, тогда очевидно, отсюда следует, что если эта квадратичная форма, если квадратичная форма, знакоопределенная, знакоопределенная, то есть все время больше нуля при всех этих векторах ненулевых, или все время меньше нуля, то тогда есть локальный экстремум обычный. Значит, если больше нуля, то минимум, если меньше нуля, то максимум, то существует условный локальный экстремум для той функции обычной, а для нашей функции исходной это будет условный локальный экстремум, потому что мы рассматриваем условия связи. Условный локальный экстремум в точке х нулевое, у нулевое. Если это квадратичная форма, если К от dx1 и так далее, dxn, знакопеременная, то есть есть такой вектор приращения, где она положительна, не нулевой, и есть такой ненулевой вектор, где она отрицательна, то есть она может менять знак, то экстремума в этой точке нет, то условного локального экстремума в точке м нулевое нет. Вот. Ну, если же, еще одно замечание, что если окажется, что вот эта форма dx1, dxn, квазизнакопределенная, квазизнакопределенная, то есть она всюду, например, не отрицательна, но есть какой-то ненулевой вектор, где она обращается в ноль. Вот. Тогда ответ не ясен. То ответ не ясен. Это мы рассматривали тоже для случаев обычного экстремума. Так же и здесь, потому что сейчас дело сводится к обычному экстремуму здесь. Если выполняются условия связи, то мы одни переменные выражаем через другие, и дело сводится к обычному экстремуму. Итак, вот нужно рассмотреть знакопределенность или знакопеременность вот этой квадратичной формы. Часто студенты делают ошибку. Они находят вот такую при решении задачи. Они находят второй дифференциал, рассматривают вот эту форму, понимают, что вот это равно нулю, переходят вот к этой форме и начинают рассматривать ее знакопределенности. Это ошибка, потому что вот эта форма может быть не знакопределенной, а вот та, наоборот, знакопределенной и так далее. То есть здесь большая вероятность сделать ошибку. Нужно обязательно подставить вместо вот этих переменных, обязательно подставить их выражение через переменные dx1 и так далее dxn. Давайте рассмотрим хотя бы простенький пример. Ну, например, возьмем, если я вот здесь сотру, рассмотрим пример определения условного локального экстремума, отыскания, вернее, для какой-нибудь простенькой функции. Значит, пример. Рассмотрим функцию f от x, y от двух переменных. Вот просто, ну, например, x, y. И рассмотрим одно условие связи, f1 от x, y. Ну, например, я вот взяла такое, x плюс y минус единица. x плюс y минус единица. Ну, равно нулю. Значит, мы хотим найти условный экстремум такой функции при таком условии связи. Вот это вот у нас условие связи одно. Ну, что мы будем делать? По методу Лагранжа составим функцию Лагранжа. Пси от x, y. Это будет наша функция. Вот она. И плюс некоторый параметр лямбда, умноженный на эту функцию. Поскольку мы знаем, как выглядят необходимые условия условного локального экстремума, значит, прежде всего, нужно, чтобы были выполнены необходимые условия. Потому что если необходимые условия не выполнены, то это точно не точка условного локального экстремума. Потому что только в таких точках может быть условный локальный экстремум. Давайте вот эти необходимые условия выпишем. Значит, необходимые условия по методу Лагранжа. Что мы должны сделать? Мы должны взять частные производные нашей функции по всем переменным, приравнять их к нулю. Частные производные по х, это будет у плюс лямбда, больше ничего нет, равняется нулю. Частные производные по у, это будет здесь х плюс опять же лямбда, равняется нулю. Ну и еще нам нужно, кроме того, что все частные производные функции Лагранжа равны нулю, нам нужно еще к этой системе присоединить условия связи. То есть х плюс у минус единица тоже равно нулю. Значит, вот необходимые условия для существования условия. Мы только в точках, которые удовлетворяют этим условиям, только в них мы можем уже выяснять достаточные условия. Ну вот, смотрите, что отсюда получается. Отсюда получается, что лямбда равно минус у, и оно же равно минус х. То есть х равно у. Но если х равно у, и сумма равна единице, отсюда следует, что х равно у и равно 1,2 из третьего уравнения. А вот лямбда равно лямбда нулевое, тогда равно минус 1,2. Значит, вот мы нашли соответствующую точку и соответствующий параметр лямбда. Ну, теперь давайте что сделаем? Мы должны найти второй дифференциал нашей функции, функции Лагранжа с параметром минус 1,2. Значит, ищем второй дифференциал в точке и в х нулевое, у нулевое, минус 1,2. И выясняем вот эти вот условия. Ну, давайте посмотрим. Значит, у нас вот первые производные все вычислены. Значит, давайте посчитаем первые производные. Значит, у нас первая производная по х вот такая. Если я буду брать второй дифференциал, то это будет вторая производная по х. Здесь от х уже зависимости нет, поэтому это будет 0, умноженное на dx в квадрате. Дальше. Ну, у нас все функции тут непрерывны. Мы, конечно, предполагаем, еще и раньше я об этом должна была сказать, что мы, конечно, здесь имеем в виду симметричную квадратичную форму. Значит, смешанная производная по х вот такая. Если мы будем дифференцировать по у, то мы получим единицу. Значит, будет здесь удвоенное произведение. Ну, и наоборот, по у, потом по х тоже единица. Единица умножить на dx, dy и плюс вторая производная по у. По у первая производная такая. Еще раз по у дифференцируем, получаем 0, потому что не зависит от у это выражение. Итак, мы получаем второй дифференциал вот следующего вида. Это будет 2dx dy. Но эта квадратичная форма, конечно, знакопеременная. Мы можем разные приращения придавать. Положительное, отрицательное у нас будет знакопеременная. Но знакопределенности этой формы нас не должна интересовать. Мы должны еще обязательно подставить вместо dy их выражение через dx. Откуда это взять? А это нужно взять из дифференцирования вот этой вот функции. Значит, df1 у нас будет равно, смотрите, dx плюс dy и тоже равняется 0. Поскольку здесь мы рассматриваем тождественное равенство, мы находимся только в той области, где эта функция равна 0. Она тождественно равна 0 на какой-то области, поэтому ее дифференциал там тоже равен 0. Отсюда следует, что dy у нас это минус dx, видите, минус dx. Вот что мы получаем. И вот это вот выражение, я продолжу здесь его в кружочке, приобретает совершенно другой вид. Посмотрите, вместо dy мы подставляем минус dx, и мы получаем минус 2 dx в квадрате. А это уже форма очевидно, отрицательно определенная. Отрицательно определенная. Отсюда следует, что в точке m нулевое, m нулевое с крышечкой, можно сказать, что мы лямбда здесь убираем, с координатами 1, 2, 1, 2, у нас будет, что условный, локальный максимум для функции, вот той функции f от x, y при условии, при условии f1 от x, y равняется 0. Значит, вот, собственно говоря, мы получили ответ. Ну, чтобы у вас возникло такое наглядное представление, давайте я сделаю такой простенький рисунок для этой задачки. схематически хотя бы. Значит, вот у нас имеется функция двух переменных. вот ось z, ось x, ось y, функция двух переменных. Если я возьму y равным x, то вот на этой диагонали у нас получается парабола веточками вверх. Ну, вот давайте я ее как-то здесь изображу. Парабола веточками вверх. А если я возьму x, равный минус y, вот такую отрицательную диагональ возьму, то здесь будет парабола веточками вниз. Давайте я чуть-чуть искажу, чуть-чуть искривлю свою картинку, чтобы было более наглядно. Вот так проведу, вот так ось y. И вот так вот проведу эту отрицательную диагональ. Значит, здесь вот веточками вниз у нас будет вот так расположено. Ну, и если вы немножко еще поработаете над этим графиком, ну, будет что-то похожее вот на такую картинку. Значит, вот здесь у нас, значит, идет вот такой вот изгиб этой поверхности. Здесь вот в эту сторону. А если мы смотрим по оси y, то вниз загибается. И вот возьмем наше условие связи. x плюс y равно единице. Значит, вот если x плюс y равно единице, то это будет прямая, которая проходит через... Давайте я немножко тоже искажу масштаб в целях большей наглядности. Вот так чуть-чуть сделаем. Вот здесь вот единица по y, а здесь, скажем, единица по x. Вот эта линия, которая проходит. Значит, x плюс y равно единице. И над этой линией у нас получается вот что. Смотрите. Если мы рассмотрим над этой линией, L, x плюс y равно единице. Вот эта линия, она условие связи. Значит, у нас на этой поверхности, если мы пересечем плоскостью такой, Z, значит, если мы вот такой плоскостью пересечем, то получается пересечение с поверхностью вот такая вот линия. И вот, собственно говоря, точка, где у нас наблюдается условный локальный максимум. Ну, у этой точки, поскольку здесь серединочка возникает, то, значит, здесь координаты будут как раз 1, 2 и 1, 2. Вот точка M нулевое, как мы ее обозначили, с крышечкой, на которой будет наблюдаться условный локальный максимум. А сама функция здесь равна 1, 2 умножить на 1, 2, значит, где-то вот здесь вот 1, 4. Ну, масштаб я, конечно, не соблюдаю. Вот я даже покрасивше вам сделаю красненьким. Итак, смотрите, значит, вот у нас, если мы возьмем Y, выразим из условий связи через X, то у нас получается вот такой вот график над вот этой прямой. И здесь действительно максимум. Но если мы рассмотрим эту точку, более широко, то и в ее окрестности на плоскости, даже параллельной XY, есть значение функции, которое больше, чем 1, 4, есть меньше. То есть она не является точкой какого-то экстремума для функции XY без условий связи. Значит, вот эта вот точка на самом графике, точка M, можно ее так обозначить, с координатами 1, 2, 1, 2, 1, 4. Вот она, это точка графика, где наблюдается условный локальный экстремум. Ну вот на этом я, пожалуй, закончу раздел условный локальный экстремум функций нескольких переменных. И мы сейчас с вами перейдем к совершенно новой теме. Это будет последняя тема вот этого второго семестра, и она называется «Числовые ряды». Я стираю все в доски и запишем новый заголовок. Тема «Числовые ряды» рассматривается в учебнике Ильин Садончий-Сендов. Вы можете там ее найти, эту тему. Там и «Числовые», и «Функциональные ряды». И «Способие» Евгения Александровича Григорьева, доцента нашего факультета, которое посвящено отдельно этой теме. Оно так и называется «Числовые и функциональные ряды». Оно есть в библиотеке. Его тоже можно взять и посмотреть. Ну и, конечно, можно пользоваться лекцией, которую я вам буду читать на эту тему. Ну и можно использовать другие учебники, конечно, тоже. Итак, «Числовые ряды». «Числовые ряды». Во-первых, что такое числовой ряд? Определение. Числовым рядом с вещественными числами называют выражение вида. «Числовые ряды». Это некая бесконечная сумма. Обычно берут «К» от единицы и до бесконечности. А «КТ» где? А «КТ» — это какие-то вещественные числа. Значит, вот такое выражение числового ряда. «Сходимость числового ряда». Значит, я не буду каждый раз писать слово «определение», а просто выделять те слова, которые мы, значит, должны запомнить, как новые термины. «Сходимость». Говорят, что числовой ряд 1 сходится тогда и только тогда, когда сходится последовательность его частичных сумм. Вот новое слово «частичная сумма». А частичных сумм — это вот что такое. «СН» — это есть сумма по «К» от единицы до «Н». А «КТ» — вот частичная сумма. И мы говорим, что последовательность частичных сумм при «Н», стремящемся к бесконечности, сходится к какой-то сумме «С». Тогда говорят, что ряд сходится к числу «С». Значит, если мы рассмотрим сумму нашего всего ряда, значит, заметим, что сумма всего нашего ряда, вот как он записывается, от суммы до бесконечности, ее можно выразить как частичная сумма плюс выражение «РН». где вот это вот «РН» — это, конечно, оставшаяся часть суммы. Здесь мы берем сумму от единички до «Н». Значит, здесь будет стоять сумма от «Н» плюс 1, «К» равняется «Н» плюс 1 и до бесконечности. Вот эта сумма называется остатком. Это называется «Н» остаток. «Н» остаток ряда 1. Ну, что еще тут нужно добавить, сказать? Ну, бывают ряды сходящиеся, бывают расходящиеся. Значит, когда эта последовательность не сходится или сходится к бесконечности. Ну, вот давайте приведем какой-нибудь малюсенький пример. Пример. Ну, например, если возьмем пусть «К», число меньше единицы, значит, ну и больше нуля, допустим, вот такое. «К» больше единицы, тогда ряд единицы плюс «К», плюс «К» в квадрате, плюс и так далее, плюс «К» в степени «Н» и так далее, которые можно записать так. «К» равняется от нуля до бесконечности, «К» в степени «К». «К» в степени 0 — это единица, потом идет «К» и так далее. Ну, всем известная получается геометрическая прогрессия. И она очевидна. Если мы будем брать частичные суммы этой прогрессии, единица плюс «К» плюс так далее, плюс «К» в степени «Н», то это будет единица минус «К» в степени «Н» плюс 1 делить на единицу минус «К». по формуле, известной для многочленов. И если вы устремите «Н» к бесконечности, то поскольку «К» меньше единицы, это будет стремиться к нулю, и значит, в пределе это будет вот такое число. Вот это и будет сумма нашего ряда. Обычно записывают так, что этот ряд равен «С», то есть единица делить на единицу минус «К». Вот такая запись употребляется для суммы ряда, если она известна. Бывают, конечно, ряды, которые расходятся. Значит, получается, что у нас изучение числовых рядов фактически это есть изучение сходящихся последовательностей. Но последовательности имеют специфический вид, вот такой вот суммы. Каждый член последовательности – это некая сумма. И если все члены положительные, то эта сумма нарастает, то есть получается возрастающая последовательность. Если они меняют знак, то здесь возможны разные ситуации. Ну вот давайте рассмотрим, во-первых, несколько замечаний о самых простейших свойствах. Мы знаем из свойств последовательности, что если ряд 1 сходится, то это возможно тогда и только тогда, когда ряд С, умноженный на этот ряд 1, 1, единицы, тоже сходится, где С – это некоторая константа. Некоторая константа. Константа из R, вещественное число. Значит, С, не равная 0, принадлежащая R. Так, напишем, константа. Значит, если мы ряд, все члены ряда умножили на константу, то тогда мы и все члены последовательности, очевидно, умножили на константу, а сходимость ее от этого не нарушается. Ну и первое, это первое замечание. Второе замечание. Если мы будем рассматривать ряд, ряд 1 вот такой, какой написан у нас, вот Аката, и если убрать из него несколько членов первых, какое-то конечное число членов убрать, то оставшийся ряд, если мы будем рассматривать не от единицы, а от какого-то, скажем, N большого, и до бесконечности, то этот ряд тоже будет сходиться или расходиться, соответственно, с этим. Значит, если мы убираем некоторое конечное число членов ряда, вот, скажем, возьмем отсюда, уберем часть, то мы тогда от каждой частичной суммы мы вычтем одно и то же число. Значит, получается, что у нас последовательность частичных сумм, если она сходилась, то и последовательность, из которой мы вычли постоянную, постоянная последовательность всегда сходится, а предел разности двух последовательств, он, естественно, существует и будет равен разности. Поэтому это тоже будет сходящийся ряд. Вот такие простенькие замечания полезно иметь в виду. Теперь давайте, значит, перейдем к более конкретным рядам, более конкретным фактам, извините, с теорией числовых рядов. Это критерий сходимости. Значит, следующий заголовочек, критерий Каши, сходимости числового ряда и необходимые условия сходимости. Критерий Каши, сходимости числового ряда. Критерий Каши. Ну, с критерием Каши сходимости последовательности вы все хорошо знакомы сходимости числового ряда. Поскольку сходимость числового ряда это сходимость последовательности, то мы можем легко сейчас сформулировать критерий Каши для сходимости ряда. Теорема для того, чтобы ряд суммы окатая пока от единицы до бесконечности сходился, необходимо и достаточно, чтобы для любого эпсилон больше нуля нашелся бы такой номер n, зависящий от эпсилон, такой, что для любых для любых n больших n и любого натурального было бы верно, верно, что модуль разности частичных сумм, которые здесь получаются sn и sn плюс p будет меньше эпсилон, но мы в терминах членов ряда мы должны записать, что a n плюс 1 плюс и так далее плюс a n плюс p должно быть меньше эпсилон. Ну, а пояснение в виде доказательства мы можем записать такое, что значит, для сходимости сходимость ряда ряда вот этого оката она эквивалентна сходимости последовательности sn, его частичных сумм. Его частичных сумм. А для сходимости а для этого а для этого необходимо и достаточно чтобы критерий каши для сходимости последовательности чтобы для любого эпсилон больше нуля существовал такой номер зависящий от эпсилона. Ну, конечно, это натуральное число такой, что для любых n маленьких, которые больше этого n и любого п, принадлежащего множеству натуральных чисел. Нам нужно, чтобы модуль разности s n плюс p и s n был меньше эпсилон. Ну, а это как раз в точности вот это выражение. Это как раз в точности a n плюс 1 плюс так далее плюс a n плюс p и меньше эпсилон. Вот, собственно говоря, и доказательства, что и требовалось доказать. Итак, мы получили, что вот это вот условие, оно равносильно как раз тому условию, которое записано в формулировке теоремы. Теорема доказана. Из этой теоремы сразу же вытекает необходимое условие сходимости нашего ряда. Давайте его тоже сформулируем. Следствие необходимое условие сходимости ряда 1. Если ряд 1 сходится, если ряд 1 ну, я его уже несколько раз записывала, вы знаете, что это за ряд 1 сходится, то необходимо, обязательно, необходимо, то есть обязательно, обязательно выполняется такое условие, что модуль a n-го, n плюс 1 я могу написать здесь, стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности. то есть модуль его одного члена, так называемый общий член ряда, а ка-т, это называется общий член ряда, общий вид, что ли, его общий вид, общий член ряда 1. Одно слагаемое называют общим членом. Но это необходимо, чтобы его общий член по модулю стремился к нулю. Как мы это докажем? Доказательство. Если ряд сходится, если ряд 1 сходится, то выполняется критерий Каши. Критерий Каши. В частности, в частности, для p равного 1. Здесь написано у нас, посмотрите, любое p мы можем взять, вот если мы возьмем p равное 1, для p равное 1 имеем для любого эпсилон больше 0, существует такой номер, зависящий от эпсилон, это натуральное число, что для любого n, которое больше этого номера, ну и для p равного 1, верно, верно, что если мы возьмем вот эту сумму, где p равно единице, а значит у нас получится только одно слагаемое, здесь у нас получится модуль а n плюс 1 будет меньше эпсилон, ну а это как раз в точности означает, отсюда следует, что существует предел вот этого модуля при n стремящемся к бесконечности равный нулю, очевидно, вот и доказано, что и требовалось доказать. Итак, если нам известно, что ряд сходится, то обязательно, то есть необходимо вот это условие, вот это условие, вот это есть необходимые условия, но оно, конечно, недостаточно, это условие недостаточно, вот давайте сейчас продемонстрируем, что это условие не является достаточным. Критерий Каши мы и так знаем для последовательности, так что здесь не обязательно приводить примеры, а вот на необходимые условия давайте приведем такой пример. Значит, необходимое условие не является достаточным, значит, необходимое условие, что а n по модулю стремится к нулю, мы можем n плюс 1 писать, можем n писать, это равносильно, стремится к нулю, значит, оно не является не является достаточным. Давайте приведем пример. Пример. Ну, возьмем так называемый гармонический ряд. Единица деленная на n. n от единицы до бесконечности. Вот это вот так называемый гармонический ряд. Гармонический ряд. И покажем, что он расходится. Здесь общий член а я описала k, давайте я исправлю на k здесь. k t. Здесь общий член а n равняется единице на n, он стремится к нулю. То есть необходимое условие выполнено. Выполнено. Однако мы сейчас покажем, что этот ряд расходится. но покажем, покажем, что этот ряд вот два я его напишу, что ряд два расходится. Расходится. Воспользуемся для этого критерием каши. По критерию каши это значит по критерию каши это значит что найдется такое эпсилон больше нуля, что для любого для любого натурального числа n существует такое n маленькое больше n и существует такое натуральное p что сумма вот та которую мы писали в критерии каши а n плюс 1 плюс так далее плюс а с индексом n плюс p будет больше или равна эпсилон. Вот для этого ряда давайте мы найдем такой эпсилон и это все продемонстрируем зададим эпсилон зададим зададим эпсилон 0 равное ну например 1 2 и тогда рассмотрим для любого n для любого n сколь угодно большого рассмотрим сумму рассмотрим сумму сумму 1 на n плюс 1 плюс и так далее плюс 1 деленное на 2 n то есть мы взяли модуль здесь можно писать можно не писать конечно но мы рассмотрим вот такую сумму значит это у нас член ряда а n плюс 1 а здесь член ряда а с номером 2n значит от n плюс 1 до 2n мы взяли такую сумму ну понятно что она будет меньше чем извините она будет конечно больше она будет больше чем если бы все слагаемые были самая маленькая слагаемая у нас вот здесь стоит значит если бы все слагаемые были вот такими то была бы сумма меньше поэтому эта сумма больше чем единица деленная на 2 n а сколько у нас таких тут слагаемых таких слагаемых у нас здесь ровно n значит мы должны умножить на n получается 1 вторая то есть эпсилон нулевое наше вот смотрите значит мы выяснили что какое бы n мы не взяли если мы возьмем количество слагаемых вот p возьмем равным n то есть большую такую сумму возьмем то у нас всегда будет больше 1 2 отсюда следует что по критерию каши ряд 2 расходится расходится вот собственно говоря мы сделали такое заключение дальше следующий вопрос который мы рассмотрим вот я напишу заголовок значит следующий вопрос который мы рассмотрим это ряды с неотрицательными членами и одно маленькое утверждение я сейчас сформулирую а дальше мы продолжим уже на следующей лекции итак ряды с неотрицательными членами давайте я напишу даже с положительными с положительными членами то есть мы будем рассматривать ряды где а к т где а к т больше нуля ну если какие-то члены равны нулю то их можно проигнорировать заменить нумерацию и получить ряд у которого все члены больше нуля если все члены нулевые то это неинтересно такой ряд всегда сходится к нулю итак если мы рассматриваем вот такие члены то первое утверждение которое можно здесь сформулировать оно практически очевидное так как все члены положительные то отсюда следует что последовательность с n частичных сумм последовательность с n возрастает возрастает а мы знаем с вами из теории последовательности что верно вот такое утверждение теорема теорема ряд 3 давайте я поставлю здесь цифру 3 и учитывая что вот есть такое условие это будет ряд номер 3 теорема ряд 3 сходится тогда и только тогда тогда и только тогда когда последовательность его частичных сумм ограничена ограничена ну мы знаем что во-первых она ограничена снизу это очевидно нулем а вот здесь суть этого утверждения что она ограничена сверху значит у нас последовательность получается возрастающая если она ограничена сверху значит Доказательства. Если последовательность xn ограничена сверху, то существует ее супремум. Как мы знаем из первого семестра, множество чисел вещественных ограниченных сверху имеет супремум. Супремум этой последовательности. Какое-то число s, допустим. Конечно, оно будет положительным. s больше нуля. Дальше легко видеть, отсюда следует, что именно это число s и будет пределом этой последовательности. Почему оно будет пределом? Напомню вам доказательства из первого семестра. Первое. По определению супремума. Это означает, что все sn не превосходят этого числа. По определению супремума. И второе, что для любого ε, если мы возьмем любое число, которое меньше этого числа на ε, то найдется для любого ε больше нуля, существует такой член последовательности n нолик, такой, что этот член будет больше, чем s минус ε, sn нолик, ну и меньше равен, чем ε. А это означает в точности, что для всех, ну давайте я напишу n, вот здесь n, а здесь напишу, что это для любого n, существует такое нулевое, существует такое нулевое, что для всех n, больших n нулевого, у нас будет вот такое условие. Ну вот напомню, определение супремум, вот супремум s, вот тут наша последовательность sn расположена, вот я беру число s минус ε, и поскольку это супремум, то обязательно найдется здесь какое-то число sn нулевое, из нашей последовательности, лежащей в ней, которое находится здесь. А все следующие члены, вот sn, когда n больше, чем n нулевое, они будут больше него, значит, они тоже попадут в эту окрестность. Вот мы и получаем, что тогда число s будет пределом. Это означает, что отсюда следует, что ряд 3 сходится. Ну и наоборот, если он сходится, то обязательно сходится эта последовательность, значит, следовательно, она ограничена сверху. Это уже очевидно в обратную сторону, очевидно. Значит, обратное тоже очевидно. Обратное очевидно. Значит, если ряд сходится, если 3 сходится, это эквивалентно, ну, на самом деле сходится последовательность, это эквивалентно сходимости ряда. Отсюда следует, что существует предел последовательности sn, который равен s, отсюда следует, что последовательность sn ограничена. Вот что и требовалось доказать. Вот это маленькое легкое утверждение о рядах с положительными членами, потому что здесь важно, что последовательность возрастает. Итак, мы доказали с вами простенький факт о том, что если члены ряда положительные, то последовательность его частичных сумм возрастает, а отсюда возникает вот такая теорема, что ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность частичных сумм ограничена. Ну, вот, собственно, доказательство очень простое, мы его провели. Следующий вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это признаки сравнения рядов. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что если мы хотим узнать, сходится ли данный ряд, то мы будем пытаться сравнить его с другими рядами, про которые мы что-то знаем, про которые мы знаем, что он сходится или знаем, что он расходится. Значит, вот такая следующая теорема. Теорема — признак сравнения рядов. Пусть там даны два ряда. Аката — вот ряд 3, который задан был, и ряд 4, который состоит из слагаемых БКТ, и которые тоже БКТ больше нуля, и АКТ тоже больше нуля. Вот, значит, тогда пусть нам известно, пусть нам известно, что АКТ не превосходит БКТ для всех К. АК принадлежит множеству натуральных чисел. Тогда, если ряд 4 сходится, то и 3 тоже сходится. А если ряд 3 расходится, то и ряд 4 тоже расходится. Давайте докажем это утверждение. Доказательства. Ну вот сначала первую часть. Если ряд 4 сходится, а мы здесь вот выяснили, что ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность ограничена, значит, первая, пусть ряд 4 сходится. Тогда по предыдущей теореме его последовательность частичных сумм С, С, Н с волной, где ограничено, где С, Н с волной, это есть сумма по К от единицы до Н, БКТ. Такая последовательность ограничена. Но в силу вот этого неравенства, так как АКТ не превосходит БКТ, то отсюда следует, что сумма нашего ряда, частичная сумма ряда 3 не превосходит частичную сумму ряда 4, где С, Н, это есть сумма по К от единицы до Н ряда 3. Значит, мы имеем тогда вот такое вот соотношение между частичными суммами. Ну и очевидно тогда, отсюда следует, что последовательность, раз это ограничено, то и это будет тоже ограничено. Ограничено. Отсюда следует, что последовательность С, Н сходится. Что последовательность С, Н сходится. А это равносильно по предыдущей теореме, что и ряд 3 сходится. Ну, в обратную сторону тоже очень все легко. Предположим, что ряд 3, я вот сюда перейду теперь, значит, обратно, обратно. Пусть ряд 3 расходится. Это означает, что последовательность частичных сумм идет к плюс бесконечности. У нас же ряд с положительными членами. Значит, эта последовательность возрастает. Значит, она идет к бесконечности. То есть, эта последовательность не ограничена. Дальше. Так как наши частичные суммы не превосходят частичных сумм ряда 4, то если эта последовательность не ограничена, то тогда и та последовательность тоже не ограничена. Потому что она еще больше не ограничена. А раз она не ограничена, то и ряд, соответственно, расходится. Отсюда следует, что ряд 4 расходится. Это был признак сравнения, который основывался на этом неравенстве. Признак сравнения с помощью неравенства. Мы можем этот же признак сформулировать в так называемой предельной формулировке. Признак сравнения в предельной формулировке. Признак сравнения, следующая теорема. теорема признак сравнения это мы продолжаем рассматривать ряды с положительными членами признак сравнения в предельной предельной формулировки формулировки вот такая теорема значит пусть нам известно пусть ряды наши 3 и 4 с положительными членами пусть ряды 3 и 4 удовлетворяет такому условию пусть для рядов 3 и 4 верно что существует предел отношения а катова b катому приказ стремящимся к бесконечности равные числу а но поскольку все члены этих рядов положительные то конечно этот предел будет не отрицательный это понятно тогда тогда если ряд 3 вот то есть числители стоят его члены сходится прошу прощения если ряд 4 сходится наоборот если ряд 4 сходится то и ряд 3 сходится ну и если ряд 3 расходится очевидно тогда и 4 расходится и если ряд 3 расходится то и ряд 4 расходится вот давайте докажем это утверждение доказательства и так докажем это утверждение доказательства вот пусть у нас имеется такой предел который не отрицательный тогда по определению предела по определению предела для любого для любого положительного эпсилон существует такой номер н зависящий от эпсилон натуральный что для всех натуральных н которые больше н будет выполняться вот это вот условия что а н делить на б н минус а по модулю меньше эпсилон вот эта дробь у нас стремится к числу а значит разность будет меньше эпсилон для достаточно больших номеров это означает в точности что мы рассмотрим а н делить на б н меньше чем а плюс эпсилон и больше чем а минус эпсилон ну и если мы используем вот это неравенство правое то есть правого неравенства будет следовать что а н меньше чем б н чем а плюс эпсилон я так напишу а плюс эпсилон умножить на б н ну если мы предположим что б н ряд вот этот ряд еще из б н сходится это ряд 4 значит если то и ряд вот с таким коэффициентом я вот напишу его перед суммой то и а плюс эпсилон умножить на эту сумму сходится ну мы уже говорили о том что если все члены ряда умножить на какую-нибудь константу а эта константа у нас больше нуля значит отряд тоже сходится но а по тогда по предыдущей теореме если эти члены ряда меньше чем эти члены ряда отсюда следует по предыдущей теореме по предыдущей теореме тогда ряд 3 тоже сходится обращаю ваше внимание вот на что здесь мы допускаем что это а равно нулю даже если а равно нулю то все равно здесь стоит положительное число если мы 0 прибавим эпсилон будет положительное число но тем не менее если а равно нулю то мы вот этим неравенством уже не можем воспользоваться потому что здесь будет стоять отрицательное число Поэтому к этой теореме можно сделать такое дополнение. Дополнение к этой теореме. Дополнение к этой теореме. Дополнение к этой теореме. Если в условиях этой теоремы, если предел А больше нуля, то ряды 3 и 4 можно менять местами. То есть если у нас этот предел больше нуля, то тогда существует и предел обратного отношения, который будет равен единице деленной на А и тоже больше нуля. То есть если существует предел Акатая к Бкатому, К стремится к бесконечности равной А больше нуля, то это равносильно тому, что существует предел Бкатого к Акатому, К стремится к бесконечности, который равен обратному числу и тоже больше нуля. Поэтому мы можем здесь говорить о том, что если ряд, вот отсюда мы видим, что если ряд Бкатая сходится, то и Акатая сходится. А здесь мы можем сказать, что если Акатая сходится, то и Бкатая сходится. И в этом случае отсюда следует, что при А больше нуля оба ряда 3 и 4 либо одновременно сходятся, либо одновременно расходятся. Значит, либо одновременно сходятся, либо расходятся. Вот я подчеркиваю одновременно. То есть если один, то и другой. Если один расходится, то и другой. И так далее. Значит, вот для знака положительных рядов мы можем предъявить вот такие вот свойства замечательные. Но сравнение рядов можно производить не только по сравнению их членов общих, но и по сравнению дробей, сравнению отношений их членов. Давайте еще раз смотрим ряд утверждений. Значит, следующая теорема — сравнение дробей. Признак сравнения дробей, так скажем. Следующая теорема — это опять же для рядов с положительными членами, которую можно назвать признак сравнения дробей. Я так его называю дробей. Значит, пусть у нас опять же даны ряды 3 и 4, то есть с положительными членами. Значит, даны ряды 3 и 4. И пусть нам известно, что, если мы будем рассматривать, значит, И, известно, что АК плюс 1 деленное на АКТ не превосходит ВК плюс 1 деленное на ВКТ. Для всех К натуральных, для всех членов наших рядов. Тогда, если ряд 4 сходится, значит, тогда, если ряд 4, я напомню, что это ряд из ВКТ, сходится, то и ряд 3 тоже сходится. Ну и если ряд 3 расходится, то и ряд 4 тоже расходится. Как же здесь доказать? Значит, здесь нам дано другое сравнение. Посмотрите, не сами члены, а вот такие дроби. Ну вот, поскольку нам дано такое сравнение, давайте выпишем, какие же неравенства мы имеем. Мы имеем такие неравенства. Значит, вот А2 деленное на А1 не превосходит В2 на В1. А3 деленное на А2 не превосходит В3 на В2. Ну и так далее. И в конце концов мы рассмотрим АН плюс 1 на АН не превосходит ВН плюс 1 на ВН. Вот даны такие неравенства. Они все одновременно даны. Давайте их все перемножим. Это все положительные числа у нас. Давайте их все перемножим. Вот если мы умножим вот эти неравенства друг на друга, посмотрите, здесь А2 – это числитель, здесь знаменатель, сократится. Ну и так далее, и так далее. Значит, у последней дроби сократится знаменатель. Значит, у нас получится сейчас, у нас с левой стороны получится, что АН плюс 1 деленное на А1 не превосходит. А справа то же самое, только для В. У нас получится ВН плюс 1 не превосходит деленное на В1. То есть, равносильно этому, поскольку все члены положительны, мы можем написать, что АН плюс 1 не превосходит А1 деленное на В1 умноженное на ВН плюс 1. Ну, вот это есть некоторая константа положительная. И если мы скажем, что ряд из БКТ сходится, то тогда и ряд из вот таких членов тоже сходится. А значит, и по предыдущей теореме будет сходиться ряд АН. Значит, если… Давайте я вот здесь это продолжу. Если ряд 4 сходится, то и ряд вот с таким коэффициентом А1 на В1 сумма ВКТ их тоже сходится с коэффициентом вот таким. А отсюда по предыдущей теореме, по предыдущей теореме, по предпредыдущей даже теореме, ряд 3 тоже сходится. Потому что это ряды с положительными членами, один меньше другого. Если больший ряд сходится, то меньше сходится. Ну и в обратную сторону очевидно. Обратно очевидно совершенно. Если ряд 3 расходится, то и вот этот больший ряд, очевидно, тоже расходится по предыдущей теореме, то ряд вот этот вот А1 на В1 ВКТ тоже расходится. А если мы уберем вот этот коэффициент, то тогда и вот этот ряд, очевидно, тоже расходится. Потому что если бы этот сходился, то и этот бы сходился. Значит, ряд 4 тоже расходится. Что и требовалось нам доказать. Итак, мы признак сравнения дробей мы тоже с вами доказали. Ну вот для маленького примера давайте докажем такое утверждение. Например, примерчик такой рассмотрим. Хотя бы маленький. Вот здесь вот. Пример. Вот рассмотрим такой ряд, который называется обобщенным гармоническим рядом. Единица делить на К в степени альфа. Где альфа у нас меньше единицы, но больше нуля. Ну, мы уже доказывали, что ряд гармонический у нас расходится. Значит, известно, что ряд единицы на К расходится. Только что доказывали с вами по критерию Каши. И видим, что вот если мы сравним вот эти два члена, К в степени альфа и К, то это будет больше. Потому что натуральное число, если мы возводим в степень меньше единицы, то это будет число меньше, чем само К. Поэтому дробь эта будет больше. Отсюда следует, что раз этот ряд расходится, то и этот наш ряд тоже расходится. Пока от единицы до бесконечности расходится. Этот ряд называется обобщенным гармонический ряд. Ну, когда альфа равно единице, это гармонический. А вот это называется более общий, что ли, обобщенный гармонический ряд. Следующий заголовочек, который мы рассмотрим, мы, по крайней мере, начнем этот вопрос, он называется признаки сходимости рядов до ламбера и Каши. Слово признак означает достаточное условие. Мы уже встречались с этим словом признак сравнения. То есть признак – это как бы мы узнаем, значит, некий признак выясняем. Ага, вот есть такой признак, значит, тогда вот отсюда будет вытекать, что ряд сходится. Так вот сейчас тоже мы рассмотрим некий признак, признаки, вернее, два основных. Признаки до ламбера и Каши. Признаки сходимости, вот так я все-таки отмечу, до ламбера, де а ламбера, вообще-то француз такой, и аугустен Каши, который вам уже очень хорошо знаком. До ламбера и Каши. Признаки сходимости до ламбера и Каши. Но сначала мы сформулируем признак до ламбера в двух формулировках, с неравенством и с предельной формулировкой. Теорема. Признак до ламбера. Признак до ламбера. Давайте мы сначала первую часть ее сформулируем так. Значит, пусть нам дан ряд 3. Это ряд с знакоположительными членами. АКТ больше нуля. И пусть нам известно, пусть нам известно, что АК плюс первое, деленное на АКТ, не превосходит некоторого числа, ну давайте я его обозначу, Д в честь до ламбера, которое меньше единицы. Ну и К принадлежит множеству натуральных чисел для любого К. Вот такое соотношение. Тогда 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 ряд 3 сходится. А если если это соотношение АКТ плюс 1 к АКТ будет больше единицы, то ряд 3 расходится. Больше единицы даже не обязательно для всех. Значит, для для любого К больше некоторого там n. Начиная с некоторого номера, хотя бы больше единицы, то ряд расходится. Вот это первое утверждение. И второе утверждение этой теоремы такое, что пусть существует предел отношения следующего члена к предыдущему нашего ряда, приказ, стремящимся к бесконечности, и равное какому-то числу d, опять же, в честь Даламбера. Причем это d тогда тогда d, конечно, не может быть отрицательным, значит, d может быть только больше либо равным нулю. Если d меньше единицы, то ряд 3 сходится. Если d больше единицы, то ряд 3 расходится. И если d равно единице, то ответ не ясен. Ответ не ясен. Ну вот я, пожалуй, докажу эту теорему, и на этом закончу сегодня. Итак, доказательства. Доказательства. Докажем сначала, конечно, первую часть. Первую часть. Итак, пусть нам дано вот такое вот неравенство. Пусть, значит, пусть, вот такой значок иногда употребляют, k плюс 1 делить на a, k, t не превосходит d, которая меньше единицы. Ну, мы можем тогда записать, отсюда следует, что a, k плюс 1 на a, k, t здесь такая маленькая хитрость, простенькая употребляется. Вместо d я могу написать d в степени k плюс 1 деленное на d в степени k, чтобы вот эти номера у нас совпали. Ну, тогда что же мы видим? Мы рассматриваем по теореме сравнение дробей. Мы сравниваем тогда наш ряд 3. Значит, отсюда следует, что мы можем сравнить ряд 3, сравним с геометрической прогрессией. с геометрической прогрессией суммы вот d в степени k от единицы до бесконечности. А эта прогрессия, она так, как d у нас меньше единицы, положительное число, и больше нуля. d больше нуля, конечно, ноль. Вот такое у нас число. Конечно, это сходится. Ну, даже если ноль, так к нулю сходится, очевидно. Значит, это сходится. Отсюда следует, по признаку сравнения дробей, по признаку сравнения дробей, отсюда следует, что ряд 3 тоже сходится. Итак, значит, если вот это есть условие, то сходится. Если у нас вот это есть соотношение, что оно больше единицы, если а к плюс 1 делить на а к т больше единицы, при к больше некоторого номера, то отсюда следует, что а к плюс 1 больше, чем а к т, и а к т не стремится к нулю. При к стремящемся к бесконечности, то есть нарушено необходимое условие сходимости ряда. Так и напишем. Нарушено необходимое условие сходимости. Отсюда следует, что ряд 3 расходится. Это мы доказали первую часть теоремы. Вторая часть доказывается тоже совсем несложно. Давайте вторую часть еще рассмотрим и на этом закончим. Итак, пусть у нас имеется предел d. Тогда по определению предела, значит, по определению предела, по определению предела, для любого эпсилон больше нуля существует такой номер, зависящий от эпсилон натуральной, что для всех номеров n, которые больше n, мы будем иметь, что вот модуль разности а n плюс 1 на а n минус d будет меньше эпсилон. То есть мы можем записать это, что а n плюс 1 на а n будет меньше, чем d плюс эпсилон, ну и больше, конечно, чем d минус эпсилон. Вот. Ну и теперь давайте смотреть, что если у нас d меньше единицы, то при малом эпсилон, вот это число тоже будет меньше единицы при малом эпсилон, при малом эпсилон больше нуля. Ну, достаточно взять половину разницы между единицей и буквой d в серединочке и добавить немножко, у нас тоже будет меньше единицы. И тогда вот это число у нас меньше единицы, тогда по первому вот этому принципу отсюда будет следовать по первой части, так сказать, ряд 3 сходится. Если же у нас d больше единицы, то тогда при малом эпсилон мы можем считать, что и вот это больше единицы. При малом эпсилон. Значит, я вот здесь продолжу. Если у нас d больше единицы, предел, значит, если d больше единицы, то d минус эпсилон тоже больше единицы при малом, при достаточно малом эпсилон. И тогда получается, что выражение, тогда отсюда получается, что а n плюс 1 на а n больше, чем d минус эпсилон, а оно больше единицы. И отсюда вытекает по первой части, как мы доказывали, что ряд 3 у нас расходится. Ну, если d равно единице, то здесь могут быть разные ответы. Если d равно единице, то, значит, ответ не ясен. Почему ответ не ясен? Ну, например, мы можем взять вот такой ряд, скажем, единица на n. Он расходится. Расходится. Хотя n, деленное на n плюс 1, имеет предел, равный единице. А вот такой ряд, мы дальше с вами его, значит, рассмотрим, а вот такой ряд сходится, хотя тоже, хотя тоже, n квадрат, деленное на n плюс 1 квадрат, тоже стремится к единице. Значит, здесь пределы обоих вот таких вот отношений, равны единице, но один ряд расходится, другой сходится. Сходимость такого ряда мы докажем с вами немножечко позже. Итак, это был, значит, мы все доказали, что требовалось в нашей теореме. Это был признак Даламбера в двух формулировках. Вот следующую лекцию мы начнем с признака Каши. Тоже его докажем, и потом сравним эти два признака, какой из них сильнее. На сегодня все, всего хорошего. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...